Сегодня мы все чаще слышим об экологии, а точнее о необходимости защищать окружающую среду и бережно относиться к природе. Сфера эта очень обширна для простого понимания. Нас просят и правильно утилизировать мусор и не тратить за зря воду, а водителей пользоваться определенной группой моторного масла для своего авто. И как за всеми экологическими трендами успеть и разобраться в них. Забота о природе начинается с понимания процессов. Например, каким образом к нам в квартиры поступает вода, как ее очищает и вообще какого она качества, кто и как это определяет. С водоснабжения мы и начнем. Ульяновск разделен на два берега, левый и правый. И в первом и во втором случае поставкой воды, а точнее ее очисткой, занимается водоканал, муниципальное предприятие. Но разница между берегами колоссальная в самом источнике. Это водозабор Ульяновского правобережья. Отсюда вода начинается для большинства жителей города. Мы находимся на территории водозаборного узла. Что это? Хочется сказать, что водоснабжение всей правобережной части города осуществляется из реки Волга или Куйбышевского водохранилища. Это единственный источник. Поверхностный. Поверхностный это говорит о том, что это незащищенный источник водоснабжения. Забор воды осуществляется водозаборными узлами руслового типа. То есть оголовки для водозабора находятся на приличном расстоянии, более 100 метров от уреза воды. Они находятся на дне, то есть большой столб воды над ними еще находится. По самотечным трубопроводам вода с водозаборов с оголовков поступает в аванкамеру узла. И из аванкамеры уже группой насосов подается выше на очистные сооружения, где происходит сама водоподготовка. Таким образом, прежде чем добытая вода дойдет до процесса очистки, которых, кстати, тоже несколько, она пройдет по так называемым подъемам. На этой территории между ними большой перепад высот, поэтому предприятие сделало дополнительную промежуточную насосную станцию. Этот водозабор существует с 61-го года. Работа проходит по классической отлаженной схеме в три подъема, что обусловлено особенностями рельефа. Однако в последние годы здесь наметили серьезные проблемы. Здание находится в оползневой зоне, и возможность порыва водонапорных труб совсем не иллюзорна. Плюс иные причины повлиять, на которые человеку также совсем непросто. В 16-м году в ноябре месяц образования шуги, речайшее явление, которое у нас было, ну, наверное, лет 30 назад только, вот, которое привело к небольшому даже перерыву, не перерыву, неправильно я сказала, снижении забора воды, снижении забора воды. Ну, это уже, считай, аварийная ситуация была. Вот. И третья проблема – это постоянное ухудшение, незначительное, но ухудшение качества воды в Куйбышевском водохранилище, которое доставляет много проблем. Это нагонные явления и штормовые явления, которые очень сильно размывают берег, приводят к ухудшению качества воды, к увеличению затрат впоследствии на ее очистку. Например, большинство ульяновцев помнит крайне жаркое лето 2010 года. Аномальная температура тогда сказалась и на работе водоканала. Волга зацвела. Добытая вода имела неприятный посторонний запах. Предприятию пришлось закрыть водозабор на левом берегу совсем. И эта же сторона очищала воду при помощи дополнительных мер, о которых порасскажем чуть позже. Вот такими бывают причины, из-за которых качество питьевой воды резко снижается. Но совсем без нее горожане остаться, конечно, не могут. Для чрезвычайных ситуаций созданы парки резервуаров чистой воды. Но чистая питьевая вода – это хорошо. Экономия электроэнергии при ее добыче еще лучше. Ведь о какой защите окружающей среды при добыче одного ресурса, можно говорить без сбережения другого. Здесь, как и в системе вододобычи, в Ульяновске прямая ступенчатая связка. Ну, сейчас мы переместились на следующий, так скажем, участок нашего подразделения. Это второй подъем, так называемый. Нужен он для того, чтобы вода, которую мы закачиваем из Волги с первого подъема, перекачивалась на третий подъем. То есть для... Это насосная станция, это как промежуточный этап перекачки воды для ее дальнейшей очистки. Вот. Здесь также находятся насосные агрегаты, которые перекачивают воду. Вот. И в последнее время актуально для нашего предприятия, для страны в целом, стали мероприятия по энергосбережениям. И в 11-м году, в конце 11-го, начале 12-го мы выполнили такое крупное мероприятие, как внедрили в производство частотно регулируемый привод высоковольтный. Вот. То есть теперь наш насос, в зависимости от нужной нам подачи воды, регулируется количеством оборотов, тем самым экономя нам электрическую энергию. Последняя стадия очищения питьевой воды – это третий подъем, где находятся фильтровальные залы, которые похожи на разграниченные между собой бассейны, где вода продолжает очищаться от оставшихся примесей. Не бассейн, это, как еще раз повторю, фильтр. Вот. Вода, прошедшая первичную стадию очистки, то есть отстаивания, коагулирования, флокулирования, вступает в этот фильтр и подтяжется своей веса, проходит через фильтрующую загрузку, которая находится на дне фильтра. Под этой загрузкой находится дренажно-распределительная система, через которую вода просачивается и уже аккумулируется в резервуарных коллекторах и поступает в резервуар с чистой водой. То есть тут уже, можно сказать, последняя стадия очистки питьевой воды. Система здесь такова. Сколько очищенной воды ушло дальше, столько пришло вновь. Хотя с виду, кажется, она стоит и никакого движения не происходит. Ну а после, при помощи насосных станций, вода перекачивается до потребителя, то есть до нас с вами. В таком производстве с классической схемой работы все равно появляется место для модернизации. Время на месте не стоит. Возведенная еще в советские годы система очистки воды изменяется. Испытываются и новые проблемы растворения примесей волжской воды. И сами фильтры заменяются современными. В целях экономии, в целях снижения себестоимости воды и в целях очищения улучшенного воды мы применяем некоторые мероприятия. Это вот, как уже говорилось, ищем новые какие-то виды реагентов, лакулянтов, коагулянтов. Проводим постоянно лабораторные исследования от разных поставщиков. Проводим промышленные испытания. Для того же избавления в случае появления запаха в воде мы смонтировали установку по углеванию, то есть использование активного угля для очистки воды. Механическая очистка – самая первая и самая грубая. Главные люди на предприятии – это лаборанты. На всех этапах от добычи воды до поставки населению спецлаборатория правого берега берет пробы, проводит десятки анализов, следит за составом воды, чтобы никаких нефтепродуктов, пестицидов, вредных бактерий в ней не было. Проводим выполнение анализа на определение летучих лакуно-органических соединений питьевой в воде. Также определяем турорганический пестицид в воде, в воде источника питьевой в воде и летучие ароматические соединения. В данный момент выполняется анализ определения летучих лакуно-органических соединений питьевой в воде, которые образуются в процессе обработки воды флором. Ну, все у нас в умении ПДК, обнаживается в умении ПДК. Питьевая вода соответствует питьевым стандартам ГОСТу. Очистка волжской воды сегодня невозможна без применения специальных реагентов, убивающих патогенную микрофлору. При желании ее, конечно, можно доочистить домашними фильтрами, но основное дело сделано – такую воду уже можно пить. Принята традиционная система, система очистки, двухступенчатая система очистки. И включает в себя первичное хлорирование с преаммонизацией, коагулирование, флакурирование, осветление на скорых горизонтальных отстойниках. Вторая ступень заканчивается на скорых фильтрах и происходит аккумулирование уже очищенной профильтрованной воды в резервуар, в резервуар, в чистой воде. Вся использованная вода на производстве тоже не пропадает даром. Она возвращается в резервуары повторного использования и процесс очистки запускается заново. Такое вот сбережение ресурса. Существующий в границах комплекс и технологический цикл аналогичен тем, что существует во всем мире. Меняется лишь состав реагентов. Их использование напрямую связано с самим источником и территорией, где он находится. И главное – получать дозу сульфатов, хлоридов и прочих минеральных веществ мы должны. Вода, доходящая до жителей, содержит в себе такие соединения. То есть не просто чистая, но и полезная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова